Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания «Сервискар». На улице Ульяновской камера видеонаблюдения зафиксировала уличного хулигана, который повредил иномарку. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». В полночь на улице Ульяновской у дома номер 6 пьяному местному жителю не понравилась припаркованная иномарка. Шлагбаума мужчина ударил автомобиль по капоту и скрылся. В момент удара водитель был в машине. Судя по его реакции, на капоте остались повреждения. Впрочем, на этом конфликт не закончился. Хулиган вновь подбежал к автомобилю и стал размахивать руками. Водитель иномарки проявил чудеса выдержки, ведь хулиган еле стоял на ногах. Шофер вызвал полицию, написал заявление о повреждениях. По словам автора видео, впоследствии водителю отказали в возбуждении дела. Сейчас именно эта запись поможет шоферу вновь обратиться в полицию и взыскать с хулигана материальный ущерб. На улице Герцена столкнулись иномарка «Пежо» и «Мерседес». Судя по съемке, причиной маневра водителя «Пежо» стал маневр водителя «Тойоты», который выезжал с парковки. На привокзальной площади регистратор зафиксировал небольшое ДТП. «Фольксваген» столкнулся с грузовиком. В Слободском женщина-водитель, выезжая со второстепенной дороги, не заметила иномарку, которая пошла на обгон. На перекрестке проспекта «Строители» и улицы Юровской нарушитель на автокране не заметил знаков приоритета. На улице Карла Липнихта водитель фургона «Фольксваген» решил объехать затор, но оказался на встречной полосе. В Кирове на АЗС регистратор зафиксировал сразу двух наглых нарушителей. Ты поворот это показывать умеешь, нет? Или тебе больше всех на А что ли? А? Больше всех на А что ли? Куда ты лезешь-то? На улице Труда школьница засмотрелась в телефон и не заметила, как оказалась на проезжей части. Блин, не идешь ты, не смотришь ты. На улице Горького переменчивое настроение продемонстрировала девушка-водитель Накия. На улице Грибоедова велосипедист с камерой зафиксировал таксиста-нарушителя, который проехал против одностороннего движения. Михаил Вагин. Место происшествия.